В Караганде прошел третий инвестиционный форум Караганда Инвест-2012. В работе форума приняли участие бизнесмены, делегации стран дальнего и ближнего зарубежья, а также представители дипломатических миссий более чем из 20 государств. Участники форума обсудили состояние промышленной, транспортной, энергетической систем области как основных компонентов инвестиционного климата в Центральном Казахстане. Об инвестиционных возможностях карагандинского региона и о проектах, которые в скором времени могут реализоваться в области, материально нашла Карбек. Благоприятный инвестиционный климат Карагандинской области, богатая сырьевая база, стратегически выгодное еврофическое расположение создали положительные условия для беспрепятственного притока инвестиций в экономику области. Так, за 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал составил лишь 190 миллиардов тенге, то есть на 15% больше показателей прошлого года. Согласно программе развития Карагандинской области на 2011-2015 годы объем инвестиций в следующем году ожидается на уровне 300 миллиардов тенге. Рос инвестиций планируется за счет собственных средств предприятия, а также реализация проектов карты индустриализации и специальной экономической зоны Сара-Арка. Чтобы осуществить задуманное, очень важны были результаты форума Караганда Инвест 2012, потому как участники мероприятия обозначат долгосрочную перспективу развития региональных экономик. Важно для наших промышленников, производственников, наших бизнесменов, для того, чтобы привлечь инвестиции, а также новые технологии, они встречаются с иностранными, нашими инвесторами, изучают опыт внедрения инновационной технологии, свое производство. И вот как раз таки на стыке производственников и бизнесменов как раз таки очень должна быть состояться положительный диалог. В рамках форума была организована выставка инвестиционных проектов. Потенциальных инвесторов была уникальна возможность не просто получить базу по инвестпроектам, но и обсудить их. Нашел интересный проект на выставке Тоштимир Хайдаров, который является директором департамента корпоративного финансирования. В таких мероприятиях его компании участвуют часто. Только что начал, вот здесь, по переработке отвала, это как, во-первых, это можно считать экологический проект тоже, потому что отвал от него получит какой-то металл, и дальнейшая уже реализация этого проекта двухсторонняя, и экономическая, и экологическая. Ну и сейчас мы изучаем, там рассматриваем другие проекты тоже. В этом году участники форума обсудили состояние промышленной, транспортной и энергетической системы области. Также рассматривался вопрос возможности новых проектов в отрасли горно-металлургического компресса. То есть потенциал для привлечения крупных иностранных капиталов есть, считают участники мероприятия. Караганда является промышленной, индустриальной, можно сказать, столицей Республики Казахстан. Здесь имеются многие возможности для реализации различных проектов, новых, ну и также для развития, ну скажем так, действующих проектов. И также главная цель является участие и, во-первых, презентация своего проекта. Мы в Казахстане, в частности в Караганде, намерены построить завод по производству сверхчистого молибдена, который мы хотим и расположить в городе Караганде. По итогам работы форума с инвесторами были подписаны 4 меморандумов. Это строительство новой электростанции мощностью 900 мегаватт в Мухажирайском районе совместно с малазийской компанией. Стоимость проекта составляет 150 миллиардов тенге. А также подписан документ с немецкой компанией на строительство завода по производству грузовых вагонов общей стоимостью 38 миллиардов тенге. Вы видели, есть меморандумы, в которых будет дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции. С этой целью также будет инвестировано в нашу область. В масштабах доклада я говорил подробно, поэтому различные сферы нашей области, где будет получено в общей службости, как мы сегодня предполагаем, инвестиции общей суммой 330 миллиардов тенге. Анышал Карбеков, Розлабацев, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова